Так, ну что ж, проект Deximum. Начнем с того, что меня зовут Янис Балудес, я представляю проект Deximum, я директор по развитию проекта. И сегодня расскажу вам про сам проект, что такое Deximum, какие возможности заработка на платформе и о том, какие у нас есть особые предложения, поскольку 16 сентября у нас открытие платформы и до 10 сентября у нас работает акция. Две, на самом деле, акции. Одна по созданию видео, вторая по именно инвестиционному вашему портфолио и созданию команды. Значит, и немного расскажу о том, что вообще ожидается после 16-го и отвечу на вопросы, какие у вас появятся во время презентации. Просьба в чате тогда записать какие-то вопросы, если у вас есть. У меня есть уже пару вопросов, которые набежали за неделю, так что в конце вебинара у нас будет вопрос-ответ. Ну что ж, значит, начнем с... Коротко о себе. Я представитель линейного бизнеса. У меня есть IT-компания, есть классические бизнесы торговли. Значит, 20 лет занимался бизнесом в Африке. Являюсь членом правления Индо-Латвийской торговой палаты. Ну, вернее, я вернулся в эту область несколько лет подряд. Я был, значит, председателем палаты. Затем я уехал в Африку, снял свою кандидатуру, но сейчас заново активно занялся такой социальной деятельностью. Вот. Значит, меня все больше интересует тематика блокчейна и криптовалюты, и поэтому я подключился к этому проекту, и я вижу в нем очень много потенциала. Мне кажется, очень интересная команда, очень перспективные разработки. Так что, моя сейчас, на сегодня мой фокус на 80%, как минимум, это именно на блокчейне и технологиях криптовалюты. Значит, поехали дальше. Продукты Deximum. Начнем с первого, что пул ликвидности. Это самый первый продукт, с которым мы начинаем. Мы стартуем 16 сентября именно с этим продуктом, хотя на сегодня уже платформа работает, уже у нас есть инвесторы, уже мы активно проводим именно саму деятельность продвижения ликвидности нашим клиентам. Вот. И те, которые уже подключены, они уже знают, уже начинают получать комиссионные за свои инвестиции. Так что проект уже работает. Буквально на днях будет у нас апгрейд нашей, фейслифт нашей платформы. То есть мы переделываем дизайн, поскольку на сегодня она работает в том тестовом, визуальном режиме, какой он был на время разработки. Вот. Но сейчас мы уже меняем его на наш разработанный бренд-дизайн. Вот. И будут добавлены некоторые тоже аспекты функционала, о которых я сразу же, как только у нас будет обновление, я запишу чисто видео, чтобы сделать обзор самой платформы, да, и обучающие несколько видео о том, как пользоваться самой платформой. Значит, по поводу пола ликвидности. Что же такое вообще за бизнес, что это за зверь, да, и с чем его едят? Пол ликвидности – это определенное финансовое портфолио, которое дает возможность другим децентрализованным биржам получать оборотные средства для ускорения финансовых операций на бирже. Значит, идея следующая. Значит, мы собираем, даем позволение частным лицам делать инвестиции в полу ликвидности. И таким… Ну, секундочку. А, у нас пошли уже вопросы. Хорошо, я буду их пока игнорировать. Значит, в конце будем отвечать. Значит, вообще бизнес пола ликвидности, так называемый маркетмейтинг, он, маркетмейтинг, он до сегодняшнего дня был доступен в основном крупным хедж-фондам и инвестиционным компаниям. Deximum сделал возможным каждому частному лицу участвовать в этом бизнесе. Это очень высокомаржинальный бизнес. Например, в Америке даже крупные компании не все могут выдержать те требования, которые относятся именно для того, чтобы сертифицироваться для этого бизнеса. Поэтому это очень такой элитарный бизнес, высокомаржинальный и доступен только некоторым особо приближенным лицам. А Deximum сделал это возможным каждому из нас участвовать именно в этом бизнесе. Значит, как это работает? Значит, мы инвестируем свои средства в полу ликвидности. Далее Deximum заключает контракты с разными децентрализованными биржами. И они берут на определенный срок в пользование эти полы ликвидности. Зачем им нужны эти средства? Значит, каждая начинающая биржа, она при выходе на рынок, она может столкнуться с сложностью, с проблемой того, что в моменты падения или подъема цены криптовалюты идет валовая закупка или же продажа криптовалюты. И в те моменты необходимо, чтобы у биржи были свои средства, на которые она может покрыть вот этот огромный запрос этих транзакций. И вот в тот момент они обращаются в финансовые институции за тем, чтобы им предоставили такое финансовое плечо. И вот Deximum – это один из таких инструментов. Значит, биржа нам выплачивает по внутренним смарт-контрактам ежедневно процентную ставку, на которую мы договариваемся с ними. И фактически вы, делая инвестицию, у нас есть четыре разных срока, на которые вы можете ее делать 3, 6, 12 и 15 месяцев, вы получаете интерес с вашей инвестицией ежедневно. И в своем кабинете вы получаете комиссионные. Дальше я уже расскажу, каким образом и как эти комиссионные для вас работают. Поехали дальше. Значит, комиссионные выплачиваются в нашем токене, DS-токен. Значит, это наша внутренняя валюта, через которую мы вам выплачиваем вот тот интерес, который аккумулируется от работы с биржами. Значит, я сейчас один слайд хочу найти. Значит, здесь у нас вот эти обозначенные сроки, на которые вы можете делать инвестицию, либо 3, либо 6, либо 12 месяцев, вот здесь слева. На сегодня у нас идет фиксированный процент вашего интереса, на 3 месяца это 5% месячной комиссии, 6 месяцев 9%, 12 месяцев 12% и 15 месяцев инвестиция 15%. На количество вашей инвестиции это никак не влияет. Вы можете вложить 50 долларов или 300 тысяч, процентная ставка не меняется. То есть здесь нет интереса какого-то получить большее количество объем денег. Здесь интерес на фиксацию срока, на который мы дальше перепродаем эту услугу. Почему это так? Биржам важно иметь гарантию на определенный срок, что они пользуются этими средствами, и мы у них эти средства не будем заранее запрашивать. Хотя у вас есть возможность вашу инвестицию в любой момент потребовать обратно, и вы сразу же ее получаете обратно на ваш счет, но за вычетом вы тут комиссионных 36%. Это мы делегируем эти проценты от уже биржи, которые с нас тоже потребуют за то, что мы забрали у них средства. То есть мы делегируем этот процент уже вам. Да, это большой процент, но с другой стороны, это все-таки, во-первых, то есть нам здесь, у нас тут никакого интереса, но зато у вас есть всегда возможность что-либо случается у вас там с бизнесом, с семейным вопросом, что-то надо. Решили поехать вдруг в кругоземное путешествие, и чуть-чуть не хватает, несколько тысяч. Все, вынимаете, значит, инвестицию и пользуетесь снова своими деньгами. Причем все то, что вы будете на этот момент, вы заработали, оно никак на это не влияет. То, что вы заработали, это уже ваши деньги. И заработок, ваш заработок ежедневный, вы тоже можете вынимать в любой день, в любой момент. Как только вам капнуло наших токенов, моментально вы их можете конвертировать в биткоин или эфир или тезер. На сегодня это три валюты, с которыми мы работаем. И выводить уже на любые другие кошельки, где вы уже дальше можете их конвертировать в фиат или же криптовалютой, с кем-то рассчитываться. Значит, что еще? Сейчас вернемся обратно к токену. Значит, здесь формула того, как работает токен. И вот, увы, я не вижу слайда самого процесса. Я, наверное, его нечаянно выбрал. Ну, ничего, хорошо. Значит, механизм работы токена, он примерно таков. Значит, ваша инвестиция, она в тот момент, когда вы решаете, на какой срок вы инвестируете. Допустим, вы решаете инвестировать на 12 месяцев. Значит, ваш процент – это 12 месяцев, 12% в месяц, да, ваша доходность. Значит, средства передаются бирже по смарт-контракту. Значит, каждый день биржа с нами рассчитывается, и эта прибыль, она попадает уже в наш пул накопления. Из пула накопления мы вам выплачиваем ваш уже интерес. Значит, в тот момент, как выплачен ваш интерес, вы можете пользоваться этими средствами, либо их выводить, либо их реинвестировать, да, и тогда, реинвестируя, вы можете уже создавать эффект сложного процента, да, то есть постоянно себе это то, чем пользуются банки, да, только в реверсном порядке, да, против нас, да, вот. А тут вы можете это использовать во благо себя, да. Вот, значит, цена токена, она регулируется по мере поступления прибыли компании, то есть вся прибыль, которая поступает, она обеспечивает стоимость токена, и курс токена рассчитан, примерно мы рассчитываем, будет расти от 100 до 350% годовых. Значит, если вы при продаже токена, вот был такой вопрос, да, значит, а что случает, значит, если начнут люди там массово продавать токен? Никаких проблем, при продаже токена он сжигается, то есть это на курс токена никак не влияет, то есть падение курса токена не происходит. Эту же технологию буквально три недели назад ввели эфир, да, значит, чисто по этой же причине, чтобы обеспечить стабильность эфира на рынке, чтобы не было вот этих таких драматических падений курса, да, в случаях там какого-то повальной продажи эфира, да. Вот в нашем случае, то есть точно так же, да, то есть курс может только подниматься по мере наращивания нашего внутреннего пола ликвидности. Так, поехали дальше. Значит, ну здесь такой пример, да, если у вас, значит, на сегодня, если у вас есть тысяча долларов, ну, наших токенов на сумму тысячи долларов, то к концу года эта сумма может вырасти там 3-3,5 тысячи долларов, да, то есть это тоже еще один аспект, которым мы, конечно, хотим способствовать то, чтобы вы оставляли вашу инвестицию у нас на платформе, значит, ну и для вас это возможность дополнительного пассивного дохода. То есть у нас уже, мы обозначили два пассивных дохода. Первый – это инвестиция, да, чистая инвестиция в полу ликвидности, на которой вы зарабатываете определенный процент, плюс рост курса токена, на котором тоже вы пассивно зарабатываете. Значит, дальше. Да, это точно. Деньги всегда присутствуют там, где есть интерес. Значит, какой же интерес. Значит, наша реферальная программа – это уже активный способ заработка денег, и мы придумали, я думаю, один из самых простейших и гениальнейших способов именно самого реферального маркетинга. Он очень легко доступен, понятен людям, которые занимались когда-либо сетевым маркетингом, или же людям, которые занимаются классическим реферальным маркетингом, который на сегодня – это одна из самых популярных форм в интернете, где вот блогеры используют, ютуберы используют такого рода маркетинг. То есть, где мы просто берем ссылку реферальную, посылаем своему другу там или партнеру, и он по этой ссылке переходит и уже, значит, либо покупает продукт, услугу, или вот в нашем случае он становится инвестором проекта. И, значит, за каждого вашего приглашенного, который становится маркетмейкером, то есть вы фактически… Это термин маркетмейкер – это термин человека, который инвестирует в полуэликвидности. Значит, тут такое пояснение, что когда реферал добавляется в ликвидность полу маркетмейкинга, процент от этой ликвидности будет начислен на баланс участников в качестве бонуса раздачи рефералов. Значит, здесь у нас карта, дорожная карта, именно заработка реферального аэрдропа. Значит, мы выплачиваем максимально 20%, да, вот здесь видно на 35 уровне. Количество вами приглашенных партнеров ссылок, оно не ограничено никак, но оно ограничено вот этим уровнем, да, максимально это 35 уровень, после которого уже фиксируется тот процент, который вы будете получать при инвестиции вашего приглашенного маркетмейкера, да. Значит, начинаются проценты от 3%, да, с нуля до 500 долларов вы получаете 3%, уже начиная с 500 до 750 долларов оборот вашей, общий оборот, вы получаете 3,5% и так далее. Идет ваш до 20%. То есть, когда у вас будет 35, вы будете на 35 уровне, за каждого вами приглашенного человека вы будете получать 20% всего инвестиции. Он инвестировал там 10 тысяч, 2 тысячи ваших, да, инвестировал там 100 тысяч, значит, 20 тысяч ваших, да. Значит, и здесь еще добавочно, у нас есть, видите, еще один столбик, да, бонусный, премиальный бонус, он рассчитывается от бонусного оборота, да, вашей группы. Что такое бонусный оборот? Бонусный оборот – это оборот, в котором вам важно поддерживать баланс вашей структуры. То есть, ваша первая линия приглашенных – это все люди, которых вы лично приглашали. И вот баланс между самым сильным звеном первой линии, да, человеком с наибольшим оборотом инвестиций, должен соответствовать сумме всех остальных ваших приглашенных первой линии. Значит, я на этот повод сделаю отдельный видеоурок, запишу, да, значит, где будет эта вся система пояснена, но те, которые люди в сетевом маркетинге, они очень хорошо это понимают, да, и там никаких подвохов нет, никакой сложности нет. То есть, главное, поддерживайте вот баланс вашей структуры самого сильного звена и суммы остальных, и вы будете получать дополнительно очень интересные, вкусные бонусные выплаты, да. Так, далее, значит, какая у нас на сегодня акция? Значит, 16 сентября у нас будет открытие в Риге, значит, туда приглашаются те, кто сделают определенные по определенным параметрам показатели, да, привлеченных и инвестиций, и их команды, да. Значит, и здесь, значит, первый, значит, первая акция, она, сейчас я посмотрю на, вот, давайте я сейчас быстренько гляну на остальные слайды, чтобы я… Да, все в порядке. Значит, самое первое, что можно вот чисто заработать в первый же момент, да, первых 200 токенов, да, моментально, как только вы выполните вот следующие условия, загрессируйтесь на платформе, да, и активируйте одну из ваших полуфликидностей. То есть на любую сумму, даже на 50 долларов, да, минимальная инвестиция – это 50 долларов. Далее вы пригласите лично минимум трех маркетмейкеров, да, партнеров с общим оборотом на 1000 долларов. Далее супербонус, да, для более активных, там уже, значит, тут рассчитывается бонусный оборот, начинается он с 3000 долларов, да, в этом случае вы получаете 600 наших токенов на ваш баланс, которые моментально вы можете выводить, трансформировать, да, то есть переводить в любую из трех криптовалют – биткоин, эфир или тезер, да. Значит, далее 5000, 10 тысяч, 15 тысяч, 25 тысяч оборотов – вы получаете 5000 наших токенов, да. Значит, плюс, конечно, те комиссионные, которые определены по AirDrop. Вот та таблица, которую я показывал, это тоже уже автоматически, да, это ваша прибыль, это уже бонусные выплаты вам за вот, ну, акционные выплаты. Значит, далее. Здесь уже становится все более интересно. Значит, при вашем обороте команды 30 тысяч долларов поездка в Ригу, да, на официальное открытие Deximum, значит, программа будет очень интересная. Это двухдневная программа, очень насыщенная. Первый день у нас официальная часть, а потом мы уже будем… Ну, программа такая развлекающая, узнаем, что такое Рига, узнаете, значит, откуда мы здесь, откуда идут множество сильнейших разработчиков, IT-разработчиков, да, европейских. Вот, ну, посмотрим на осеннюю природу Латвии, да, ну, то есть программа, она будет очень насыщенная и интересная. Вот, значит, далее 50 тысяч поездка в Ригу на двоих, 75 тысяч поездка на двоих плюс 10 тысяч токенов. Кстати, в первом случае 30 тысяч долларов оборота, вы тоже получаете дополнительно 2000 тестов токенов, которые вы можете потратить там на, не знаю, шоппинг по дороге, пока едете в Ригу или уже в самой Риге, да. Значит, и оборот 100 тысяч долларов – это уже поездка на двоих плюс, сейчас я себя в сторону, плюс 20 тысяч токенов. Это 3000 на сегодняшний курс, да. До 16-го, кстати, курс удерживается токена на уровне 15 центов, да. Вот, и, значит, по этому курсу вот вы получаете 3000 долларов ценности нашего токена. Вот, свыше 100 тысяч долларов оборота, значит, мы вам предоставляем уже полет бизнес-классом. Значит, авиабилеты, проживание, питание, то есть все за счет компании, значит, вам не дано думать ни о каких там личных каких-то расходах. Значит, что для этого надо? Это надо себе поставить цель, расписать план, план действий, далее действовать, сделали анализ результата, все работает, здорово повторяем действия, приглашаем еще больше людей и, значит, запускаем вот самый простейший процесс на сегодня, которым пользуется большинство компаний. Это, на самом деле, тоже и Кайзен принцип, да, здесь визуализирован, да, где, значит, есть задача, есть план, здесь действия и анализ этой результата. И заново, если все работает, значит, продолжаем таким же способом. Если что-то не сработало, подкорректировали, работаем дальше. Значит, так, в вашем сердце, да, ну, тут хорошая цитата. Если вы хотите преуспеть, ваше сердце должно быть в вашем бизнесе, а ваш бизнес должен быть в вашем сердце. Томас Джон Уэдсон. Следующая акция по поводу 16 сентября. Это у нас массивный аэрдроп для блогеров и ютуберов, да, те, которые любят такую публичную экспозицию. Значит, здесь, как это работает? Тоже так же до 10 сентября. Значит, получите вообще, безусловно, 350 токенов за несколько простых действий. Значит, первое, запишите обзорное видео про Deximum, да, загрузите его на YouTube, и, значит, в описании видео надо будет добавить несколько ссылок. А, ну, про это продолжительность, да, не менее одной минуты. Значит, вот они ссылки, да, ваша реферальная ссылка, понятно, чтобы, то есть люди под вашим видео, они могли как раз кликнуть, уже зарегистрироваться под вашим именем. То есть это, ну, логично, да, то есть вы же себя рекламируете и свою реферальную ссылку, да. Далее ссылка на официальный канал. Эти все, кстати, ссылки, они доступны на нашем официальном канале. То есть, если хотите, я могу сюда же и в чат это скинуть. Я попрошу моего ассистента это сделать, да, в чат скинуть вот эти все условия по аирдропу, да, по аирдроп-акциям. Далее ссылку на всемирный чат, ссылка на официальную страницу на Фейсбуке и на официальную страницу в LinkedIn. Значит, тут все, значит, сделав это, у вас 350 токенов моментально попадают на ваш счет. Второе, значит, присоединяйтесь к World Chat Deximum, да, где у нас идет уже общение командных лидеров, да, и где информация поступает о том, что происходит на Deximum. Уже я видел там множество снятых видеосюжетов на разных языках. Люди очень, вообще мы не ожидали такой активности. Еще проект не запущен, а уже идет такая серьезная движуха, да. Значит, присоединяйтесь к World Chat Deximum, да, и отправьте подтверждение выполненных действий нашему менеджеру по этому адресу. Это Telegram-адрес, и он вот будет, когда сюда мы сейчас в чат скинем эти условия, то есть ему вы тогда и посылаете вот что-то, да, вот я выполнил, вот ссылка на мое видео, да. Так, и 9 сентября мы выберем 5 лучших участников, да, с наибольшей причем активностью. И вот дополнительно, что получат уже те, которые выиграют в этой акции, да. Значит, пятое место 500 токенов, четвертое 1000, третье 1500, второе место 2500, а первое 3500 токенов. Это очень приличный бонус за одноминутное видео. Я считаю, стоит постараться, да, и записать такое видео. Ну что ж, да, присоединяйтесь, да, и станьте первым, кто выиграет. И проект Deximum – это вообще не просто о том, что сейчас мы можем заработать какие-то деньги, поскольку наш следующий проект – это все-таки создание тоже и нашей своей децентрализованной биржи Dexiswap. На самом деле наша полуликвидности, программа полуликвидности – это фундамент, на котором будет создаваться наша же биржа. Значит, биржа, мы планируем стать одной из лидирующих на рынке. Наша цель – это, ну, достигнуть и, значит, перегнать Uniswap биржу, да, тем, которые в курсе вообще криптовалютного мира, да, они знают, что такое Uniswap, да, биржа. Вот, у нас есть свои фишечки, благодаря которым мы сможем быть более интересны для тех же трейдеров. У нас будет более низкие ставки по тому же трейдингу, плюс скорость операций, да, мы считаем, будет одна из самых высоких на децентрализованном пространстве. Вот, и вкладывая сегодня в проект Deximum, фактически вы вкладываете в свое будущее. Криптовалюта – это уже не какая-то фантастика, это уже не какая-то мистическая мысль о том, что, ой, какие-то виртуальные денежки, что же это такое, да. Во-первых, тот же доллар – это чисто виртуальная денежная масса, да, которая создается одним решением того же президента, который совсем недавно огласил, что, значит, да, 3 триллиона мы вливаем в экономику. Откуда? Откуда они взялись, да? То есть вы что, на 3 миллиона создали ценности, у вас появился вдруг запас какой-то природного ресурса на 3 триллиона? Нет, просто вот есть такая необходимость на рынке. И это все влияет на курс доллара, курс, соответственно, привязанных валют, таких как евро, там, йен или любые другие мировые валюты, которые имеют связку с долларом. Мы в Европе сейчас, кстати, очень сильно ощущаем поднятие цен на то же электричество, газ, почти в 2 раза выросла стоимость этих ресурсов. И это не потому, что стоимость тоже нефти вдруг поднялась, а это потому, что именно пошла инфляция основных мировых валют. В первую очередь это доллары, да. Вот. Так что, вкладывая в любое решение, которое связано с… Понятно, что надо 10 раз подумать о том, в какой проект вы входите в области криптовалютного бизнеса. Надо понимать, этот рынок до сих пор он очень волатильный. То есть тут есть подъемы, падения курса. В ваши инвестиции тоже вы просчитаете, в какой валюте вы ее хотите делать. Это биткоин, эфир или тезер. Тезер, поскольку это стейблкоин, это привязанная ценность этой валюты к курсу доллара. То есть тут вы не рискуете с падением курса, да. Фактически вы фиксируете прибыльность своей инвестиции. Но инвестируя в биткоине или в эфире, вы можете теоретически получить дополнительную прибыль на росте валюте, который этих валют, который последние 5 лет, он продолжается с примерным средним ростом в 300% годовых. То есть это еще дополнительная доходность. Но тем не менее, это капиталютный рынок. Тут есть и подъемы, и падения. Совсем недавние, там трехмесячные недавности, все события, которые раскачал один человек на рынке, Илон Маск, своими комментариями сначала, что Тесла будет продавать машины за биткоин. Сразу биткоин вскочил в цене до 60 тысяч. И потом его заявление, что не, наверное, все-таки не буду продавать. Биткоин моментально падает до 40 с чем-то. Потом объявление китайского правительства о том, что они делают какие-то репрессивные меры к криптовалютным майнерам. И вот вам, пожалуйста, биткоин упал до 30 тысяч долларов за один биткоин. А был 60 тысяч. То есть вдвойне упал в течение нескольких недель. Сейчас опять биткоин возвращается. И на сегодня, по-моему, 51 с чем-то был уже доллара за биткоин. Так что вы вкладываете на самом деле в будущие технологии. И, на мой взгляд, это одна из тех инвестиций, которых надо нам каждому рассматривать, иметь в портфолио для своего семейного бюджета. Конечно, это надо смотреть и на движимость, возможно, и на металлы, золото и так далее. Но криптовалюта, моя на сегодня инвестиция, она в размере 80% не только моего интереса в этой области, но и финансовой инвестиции. То есть я настолько доверяю этой тенденции чисто криптовалютной. Так что мое приглашение вас в область очень интересного сферы инвестиций по поводу вопроса, насколько мы можем доверять криптовалюте и насколько это безопасно. Во-первых, любой бизнес имеет риск чисто статистически, чтобы не было никаких иллюзий. 95% стартапов, бизнес-стартапов в первый же год теряют деньги и выходят из бизнеса. В криптовалютном рынке это на самом деле процент не столь велик. Чисто из-за этого показателя это уже более безопасная область. Но тем не менее, делайте свое due diligence, то есть исследование рынка, сравнивайте. И однозначно все полностью не надо вкладывать, я считаю, ни в один инвестиционный проект. Будьте разумны, расставляйте свои инвестиции в разных корзинках. Как говорят, яйца расставляем по разным корзинкам. И тогда все будет с вашими инвестициями в порядке. Ну что ж, и наш призыв. Живи на максимум вместе с Deximum. Давайте посмотрим сейчас на вопросы, какие есть в эфире. Так, я сейчас посмотрю, мне тут уже присылали. Поддержка сейчас, посмотрим. Прошу прощения. Где мы зарегистрированы? Нигде. Deximum – это децентрализованная платформа, точно так же, как и наша биржа будет. Мы предоставляем услуги тем же децентрализованным биржам. Значит, если мы будем себя, как только юридически где-то регистрировать, мы сразу будем попадать под любые регуляторные и контрольные органы. Соотносительно сразу будет необходимость KYC, AML, то есть Know Your Client и Anti-Money Laundering процессов. Мы поддерживаем ту теорию свободного мышления, свободных финансов, которые изначально Сатоши Накамото, он запустив биткоин в мировой оборот, это был фактически тот процесс, который он запустил. Это свободные от регулирования и обложения ненужными налогами валюта и вообще финансовое решение взаимозачета между частными лицами. То есть та ситуация, когда если я хочу заплатить деньги человеку в Индии, в Африке, в Австралии, и мне надо платить посредникам за эту операцию какие-то деньги, она на самом деле не совсем здорова. Потому что я не получаю никакой услуги, я просто хочу передать эти деньги своим друзьям или родственникам. При такой сделке очень часто накладывается разного рода налоги и ненужные посреднические разные дополнительные расходы. Значит, есть ли у фирмы лицензия пользователя физических лиц в России в частности? Нет. И лицензии не будет у нас ни на каком пространстве. Еще раз, это то же самое. Это децентрализированный проект, который нигде не регистрирует и не претендует ни на какие лицензии. Где никого зарегистрировали? Фирм ответил. Нужно ли KYC? Нет, не нужно. То есть вы, создавая свой профиль, вы можете обставаться абсолютно анонимными, использовать любой имейл-адрес, который не имеет привязки к вам, ну, лично к вам никакой привязки. И, соотносительно, ваша инвестиция остается инкогнито. Соотносительно, вы, получая прибыль, сами уже принимаете решение, вы показываете эту прибыль в своей стране, или же не показываете. То есть мы тут никак на это не будем ни влиять. Вот так. То есть вы остаетесь анонимными на нашем профиле, и точно так же, как анонимными остаются большинство децентрализованных и бирж, и компаний. Как обеспечивается рост процента и рост монеты на начальном уровне, когда еще не используется полликвидность? Во-первых, полликвидности уже используется. Мы уже предоставляем эту услугу своим клиентам. У нас есть уже договора на порядок вперед. И поэтому мы, кстати, можем вам выплачивать этот жестко определенный процент по каждому периоду, который вы видите в своем личном кабинете. Так что мы уже предоставляем эту услугу. Так что полликвидности уже работает. Биржа будет запущена в конце октября, ну, самая поздняя середина ноября. Значит, программист активно работает над заканчиванием кода. Вот. И, да, так что, так, какой уровень, да, еще и пользователь. Ну, значит, механизм роста монеты я, по-моему, объяснил, да, это от прибыли. Далее, на каком блокчейне монета. Значит, на сегодня это наш внутренний проприорторный протокол. Значит, мы решили, сначала у нас был план идти в использовать смарт-контракты эфириума, но ERC-20, значит, но мы решили все-таки чисто экономически выгоднее использовать Binance Smart Chain, да, и, соотносительно, мы будем использовать Binance Smart Chain протоколы. Значит, все будет на смарт-контрактах именно на платформе Binance. Да, с кем вы уже работаете, с какими биржами? Это коммерческая тайна. Тут вам никто не скажет, ни одна биржа не захочет, чтобы такие данные попадали куда-либо в общественное пространство. Они моментально таким образом заявляют, что, ребята, у нас денег недостаточно, чтобы заниматься бизнесом. Так что, ну, такой информации нет и не будет. Вот, но вы, как наш партнер, вы можете нам предлагать клиентов. На сегодня мы еще не рассматривали, хотя уже был один прецедент. Значит, скорее всего, что мы будем предлагать вам за то, что вы нам такого клиента предоставляете, вам выплачивать определенный процент с этих сделок. Какой процент? На сегодня он вообще никак не оговаривался, да? Ну, если такое мы будем предлагать вам как партнерам, то это сразу же мы оповестим на нашем официальном канале. Вот, но тем не менее, то есть предлагайте. Если у вас, вы знаете биржи, которые хотели бы пользоваться этой услугой, добро пожаловать. Мы с удовольствием тогда будем заключать сделку уже с вашей, с вами предоставленной биржей. Так, есть опасности блокировки сайта со стороны Роскомнадзора. И что? Заблокирует Роскомнадзор. Хорошо. Значит, вы тогда заходите на наш сайт с VPN-адреса, да? То есть, есть множество компаний, которые предоставляют этот сервис. Ну, вкратце, и что это такое? То есть, когда вы будете, в броузер вам встраивается определенный код, который не позволяет системе видеть, откуда вы, с какой стороны вы посещаете какой-то сайт, да? И то, что нас, допустим, заблокирует в какой-то одной стране, это не значит, что они могут заблокировать нашу работу. Причем даже, даже если они сделают какие-то, ну, мега мероприятия, чтобы каким-то образом там повлиять на наш сервер, да? Ну, так мы используем зеркальные сервера, и данные, они параллелятся для безопасности, во-первых, поскольку все-таки это финансовая платформа, да, то тут используются все максимальные технологии для того, чтобы не было возможности остановки работы, действительности платформы, ну, и плюс там своровать там те же ресурсы и так далее, да? То есть для этого у нас уже мы делали свои внутренние аудиты, и предполагается по дорожной карте вот в ближайшие 2-3 месяца повторные аудиты третьих лиц, которые будут проверять нас на вот разные возможные нюансы по безопасности. Так что тут команда работает в этом плане, да, чтобы с нами ничто не могло случиться. Ну, вроде как ответил на все вопросы. Ну что ж, если будут еще какие-то дополнительные вопросы, смело задавайте их в нашем международном чате, и по мере, я думаю, там 2-3 раза в неделю я буду выходить в эфир. В основном, скорее всего, это будет на английском. В любом случае участвуйте, даже если вы на английский придете в вебинар и пришлете там вопросы на русском языке, то они будут отвечены вам, ну, не в тот день, наверное, да, или если вы владеете английским языком, пожалуйста, да, то есть задавайте на английском, да. Вот те вопросы я все равно буду для себя помечать, и уже на следующем вебинаре, который будет на русском языке, я уже буду на них отвечать. Тут еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, кто основатель проекта, сколько человек основателей, какой опыт в работе с криптовалютой. Ну, во-первых, команда состоит из инвесторов и программистов. Проект создан во время COVID-пандемии, да, значит, и часть моей команды тоже моих разработчиков будет участвовать в поддержке проекта, чисто с технической стороны, да, и с точки зрения безопасности проекта. Значит, человек сколько? Надцать. Сколько точно? Ну, не скажем, нацать, да, очень сильных разработчиков и чисто программистов, и криптографов. Так же команда очень сильная, да. Ну, те, которые разбираются, которые, ну, когда уже будут смотреть смарт-контракты, да, ну, вы увидите качество тех же написанных смарт-контрактов. Так что, так что вот так. На основании какого документа передается по ликвидности в работу клиентам? Смарт-контракт. На сегодня, на сегодня это делается путем, значит, прямого контракта, да, но в тот момент, как мы выгружаем смарт-контракты в BSC, то есть Binance Smart Chain, в тот момент они будут доступны обзору любому человеку, а это причем, ну, уже в октябре будет видно, да, значит, это будет доступная информация любому человеку, который умеет посмотреть, значит, смарт-контракт прочесть, да, и видеть все детали, откуда, куда, что и как происходит, да, то есть вот этот миф о том, что там криптовалюта, она там для каких-то там преступников и так далее, глупости все, на самом деле криптовалютное пространство, оно очень легко отслеживаемое, там все институции, включая ФСБ или там ЦРУ и ФБР, они обожают криптовалютное пространство, потому что все прозрачно, любые все сделки видны, да, единственное, как себя защитить на этом пространстве, это не иметь KYC, то есть не иметь своих прямых данных, да, то есть под, ну, в нашем случае вы можете под чужим именем регистрироваться, так же, как на многих других децентрализованных площадках, да, но по большому все ресурсы, они отслеживаются, и причем люди, которые, допустим, там, хотят выводить фиатные деньги, да, эти тоже в процессе можно отследить, какого кошелька, куда это пришло, вот, ну, но только все вопрос денег, то есть отслеживание таких операций, это тоже стоит больших денег, то есть, поэтому, допустим, если вы там оперируете в пределах, там, миллиона долларов в год, я не думаю, что какая-либо организация вами заинтересуется, если вы будете оперировать в сотнях миллионах, может быть, тогда уже это уже под вопросом, да. Янис, то есть вы тоже входите в основатели проекта, я не основатель проекта, но я однозначно, как бы, идеологически, то есть этот проект у меня в сердце, у меня есть личный интерес в сотрудничестве с Дексимомом, с ребятами, да, возможно, что я тоже буду одним из соучредителей, ну, в плане, наверное, в составе основной программы, основной команды. Я на сегодня, как нанятное лицо, директор по развитию, вот, но именно вот сотрудничество моей компании EuroAsia IP Hub, да, где у нас латвийские программисты работают вместе с индийскими программистами, значит, у меня в пределах этой компании есть интерес в сотрудничество с Дексимомом, чисто для разработки нашего токена, да, и вот, ну, у меня такой большой интерес к Dexiswap, бирже, да, так что, если бы я не верил в этот проект, я бы, ну, я бы сюда, вы бы меня здесь не видели, да, из серии, то есть у меня слишком много что терять, есть, чтобы связывать свое имя с проектами, которые, ну, чем-то как-то не совсем красиво выглядят. Далее, повторите еще раз, пожалуйста, проект не на блокчейн. Нет, проект на блокчейне, значит, ну, мне сразу, может, вы, когда планируется обновление сайта дизайна. Планируется на этой неделе, ну, буквально на днях, да, так что должно быть уже обновление дизайна. Вот, а проект на блокчейне, конечно, проект, во-первых, сейчас он пока не выставлен на блокчейн, он будет в октябре, все смарт-контракты прописаны на сегодня, все сделки идут по нашему внутреннему проприотарному протоколу. Ну, люди, кто в программировании разбираются, то есть они понимают, то есть и ваши деньги хранятся на холодных кошельках, это значит на серверах, которые имеют доступ не через интернет, ну, как бы через интернет, да, но они только путем одного, ну, одной точки доступа. То есть, так, какой блокчейн будет? Binance Smart Chain, Binance Smart Chain. А в дальнейшем уже на Dexyswap это уже свой протокол, да, то есть это уже свой блокчейн, и, ну, там уже будет, опять-таки, те протоколы будут работать опять по-другому. Так что, ну, когда будет близиться запуск Dexyswap, то будет больше информации о том, как это все технически работает, да. И, кстати, если у кого-то есть очень такие глубоко технические вопросы, смело пишите, значит, в том же чате, или сейчас можете сразу написать, хочу встретиться там с вашими технарями, да. Значит, мы можем организовать, ну, максимум два раза в месяц встречу с нашими технарями там на час, да, где вы можете задавать, ну, такие самые сложные вопросы, которые касаются именно кода и так далее, да. Так что это тоже возможно, то есть никаких секретов нету, то есть мы готовы отвечать на любые сложности, любой сложности вопросов, да. Так, когда будет на презентации материалы на турецком языке? Значит, во-первых, есть уже где-то, я видел, была презентация на турецком языке, значит, и мы планируем турецкий язык вшивать в саму платформу, то есть она будет на многих языках, да, вот, что не планировалось, и вот буквально потому, что мы начали, да вообще у меня в основном все наши партнеры англоговорящие, да, и мы начали про проект вообще, ну, просто не рекламировать, а приглашать друзей и знакомых, и вот как-то оно так быстро все разошлось, да, и на самом деле очень много вот чисто русскоговорящей аудитории, так что русский язык однозначно на платформе будет, да, и будут материалы, и поскольку я тоже и носитель, ну, да, носитель русского языка, да, вот, то я буду тоже и на русском вещать, да, те же вебинары, обещающие материалы, вот, но основная информация, конечно, в основном будет на английском, да, вот, но на турецком у нас уже есть, так что смотрите, должны быть где-то материалы найти, да, у нас есть турецкая очень заинтересованная группа, которые хотят вообще там делать представительство, да, ну, опять-таки по поводу представительства, если вы хотите делать представительство, то оно, в любом случае, оно может быть только инициативное виртуальное представительство, как бы физически, может быть в офисе, все такое, да, но вы представляете Deximum как партнер, да, Deximum как юридическое лицо, ну, оно не может заключать какие-то там контракты с кем-то и так далее, но тем не менее у нас есть на это выделенный ресурс, на поддержку региональных офисов, обращайтесь ко мне, будем об этом тогда обсуждать, или обращайтесь к своему лидеру, лучше всего через лидера, да, значит, потому что все лидеры, которые на сегодня у нас топовые, это очень близкие мне знакомые, друзья, да, и смело обращайтесь к ним, да. Прозрачность, полуэктивность через смарт-контракт, значит, да, совершенно верно, смарт-контракт сам по себе подозревает подозначность, и все сделки будут в смарт-контракте так, как я и говорил, то есть все будет видно, что, чего, куда и кому, и почем, да, так что это все будет прозрачно и видно. Будет ли сформлена публичная группа основателей проекта? Поясните, что такое публичная группа основателей проекта. Ну, во-первых, выразили интерес уже себя публично показать парой инвесторов, да, после запуска Dexyswap биржи, потому что это действительно такой проект мирового значения, и там, мне кажется, любой предприниматель с удовольствием добавит себе орден владения биржей, да, похвастаться, да, перед друзьями, знакомыми, обществом и так далее, да. Так что, конечно, они о себе, скорее всего, заявят, да, тут я не вижу причин особо прятаться. Здесь, ну, нет каких-то там, не знаю, криминалов, преступников и так далее, которые прячутся от общественности, да. Все предприниматели абсолютно адекватные, порядочные люди, так что имеется в виду показать основателей. Ну, да, я бы проговорил это. Хорошо, спасибо большое за ваше время, за ваше внимание. Смело посылайте еще вопросы там в чатах, да, в официальном нашем пространстве, на фейсбук-группе. В фейсбук-группе вы можете писать нам, значит, поддержка, так сказать, скоро заработает техническая, да, пока обращайтесь со своим лидером, и они будут пытаться разбираться с вашими вопросами. Вот, и поддержка скоро у нас тоже заработает. Ну, на сегодня технари сильно заняты, те, что в 16-го после запуска у нас все уже четко работало с новым интерфейсом и четко красиво и так далее. Ну, что ж, извиняюсь, еще один вопрос, он, кстати, интересный. Будет ли какой-то пресейл токенов перед выходом на биржи? Значит, еще поясню по поводу токена. Он котироваться на других биржах пока не планируется только в начале, извиняюсь, только в следующем году. Середина, может быть, конец следующего года. Мы хотим удерживать токен наш в пределах нашего проекта, чтобы не было влияния спекулянтов на курс токена, чтобы он не был обвален. Во-первых, у нас наш механизм уже этого не позволяет, но как только мы выйдем, будет эмиссия токена на какой-либо бирже, его можно начинать раскачивать. Вот, и поэтому мы, это чисто наша внутренняя валюта, это ваша гарантия роста токена, да, и гарантия соотношений компаний финансовых с вами. Так что, нет, мы не планируем выводить на биржу, его каким-то образом там накачивать, да, его ценность. Но, тем не менее, когда проект уже будет более раскручен, если мы в следующем году выходим, эмиссия будет токена на какой-либо бирже, понятное дело, что, скорее всего, он будет иметь там несколько иксов роста, да, то есть несколько раз, извиняюсь, это жаргон, да, иксы, значит, несколько раз роста. Да, это тоже еще одна возможность дополнительно заработать те, которые уже владеют определенным количеством токенов. Но на данный момент мы будем удерживать курс чисто благодаря тому, что формуле, во-первых, токена, да, и тем, что мы сжигаем его внутри проекта и не позволяем его раскачивать. Так что поймите, бизнес не в токене. Наш бизнес – это пол ликвидности и децентрализованная биржа. Токен – не наша цель. Есть проекты, да, я знаю, где токен является целью, где цель – раскрутить токен там до каких-то там баснословных цен, да, потом его сливать, да, там продавать, и вот рынок рушится, да, и масса людей недовольных. То есть у нас этой идеи нет. Этот проект предполагается играть в очень долгую, да, там 5-10 лет как минимум, а потом уже будем смотреть, что вообще с рынком происходит. Да, возможно, это и десятилетия, да, которые, значит, для этого проекта. Так что здесь тем, которые любят вот такие раскачки проектов, там быстрые деньги, это не этот проект. Здесь у нас мы за стабильность, за долгосрочное сотрудничество, так что как-то так. Ну что ж, тогда, наверное, все. Спасибо вам большое еще раз, доброго вам всем вечера и, ну, на связи где-то в пространствах вебинара интернета, да, и жду вас в Риге с радостью познакомиться с топ-лидерами, да, с теми, которые более активны. Мир на самом деле, он же как играет по правилам тех, которые что-то делают. Так что я желаю вам всем быть на стороне делателей, быть теми, кто активны, которые принимают участие в создании лучшего мира. Спасибо большое, всего вам о мною лучшего и до следующих встреч.